Президент США Джо Байден накануне встречи с председателем КНР Си Цзиньпином заявил спонсорам, что у Китая реальные проблемы. Председатель Си – еще один пример того, как восстанавливается американское лидерство в мире. У них реальные проблемы, друзья, приводят журналисты слова Байдена. Как отмечает телеканал CNN, он по всей видимости имел в виду ситуацию в экономике КНР, в частности рост безработицы среди молодежи, а также кризис в сфере недвижимости, испугавший инвесторов. Представитель МИД Китая Мао Нин, комментируя публикацию CNN, заявила, что в мире нет страны, у которой бы не было проблем. У Китая есть руководство Компартии и путь социализма с китайской спецификой есть всеобщее единство. «Мы уверены, что добьемся лучшего развития и обретем более радужные перспективы», сказала представитель ведомства, выразив надежду, что США тоже смогут по-настоящему решить свои проблемы и дать лучшую жизнь американскому народу. «Америка не способна ничего предложить Китаю, долгосрочные процессы таковы, что никакой визит Си Цзиньпина в Америку и никакая встреча с Байденом, который уже стал хромой уткой за год до выборов, не изменит стратегическую ситуацию в мире», считает политолог Михеев. «Америка считает Китай конкурентом. Китай это понимает. И понимает еще и то, что, скорее всего, Америка никогда не перестанет считать его конкурентом и всегда будет тормозить его развитие. И это независимо от того, кто там будет у власти, независимо от того, какая партия, демократическая или республиканская, будет формировать парламент, конгресс или сенат», — пояснил политолог. «Михеев считает, что эти вещи делают, на самом деле, позиции сторон стратегически несовместимыми. Я бы предложил разделить стратегию и тактику. С точки зрения стратегии, напряженность между Китаем и Штатами никакой визит Си Цзиньпина и встречи с Байденом не снимут. С точки зрения стратегии, американцы не позволяют развиваться быстрее, эффективнее, интенсивнее, чем они сами. Они хотят управлять этим миром. И с этой точки зрения не изменится вообще ничего», — подчеркнул Михеев. Что даст встречи лидеров двух стран? Напомним, что Байден встретится с Си в Сан-Франциско, где также пройдет саммит АТЭС. Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество, торгово-экономический форум, куда входит 21 экономика Азиатско-Тихоокеанского региона. В этом году саммит проходит с 11 по 17 ноября в Калифорнии.